приветствую всех всем отличные пятницы кто смотрит в тот момент когда выходят расклады непосредственно напоминаю что в разделе сообщества ссылка на него есть под этим видео вышел анонс на блиц консультации которые я провожу заявки принимаю всегда по пятницу а провожу блиц консультации на выходные субботу и воскресенье если вдруг вы по каким-то там причинам пропустите то понедельник я как правило не принимаю уже заявки если такое будет то это наверное исключение и больше скорее всего постоянно моим клиентам вот но я считаю что три дня достаточно до пятницу субботу воскресенье для того чтобы определиться тем более когда я это озвучиваю в раскладах и когда вы уже знаете что стабильно по выходным я провожу близ консультации я не думаю что как-то это можно пропустить вот что мы с вами будем сегодня делать будем делать сегодня расклад который предложила галина галина много раскладов предложила я постепенно постепенно делаю за что я ей и благодарна сегодня у нас расклад будет на тему мои претензии к миру возможно когда знаете пролистываешь ленту в ютюбе и смотришь название какие цепляют какие не цепляет название данного расклада до мои претензии к миру она зацепит немного на немногих почему как в принципе и большинство моих психологических и философских тем цепляют немногих вот опять же таки мой канал направлен на саморазвитие поэтому я считаю что темы вот именно такого порядка до психологического и философского они они как раз таки об этом то есть в моем понимании саморазвитие это не темы посланий предсказаний связь с высшими силами духом и так далее почему потому что послание они по сути не показываю человеку что есть внутри него они просто передают некое такое сообщение и поскольку это сообщение так как мы обычно читаем свои смс к прочитали и забыли а вот если мы действительно хотим что-то узнать о себе мы должны этому уделить в не время мы должны над этим сесть и поработать поработать это значит включиться в этот процесс да и где-то может быть поразмыслить может быть что-то записать может быть я не знаю как-то проанализировать совершить какие-то действия то есть это забирает время это не то что послушал в одно в ухо вошло и в другое вышло такие расклады не могут быть о самопознании такие расклады как правило когда ты просто послушал и внутри себя есть некий такой отклик это бежда да это про меня и то есть идет процесс просто узнавания это процесс узнавания но это не работа в этом плане я буду слишком категорично хотя по своей натуре я стараюсь быть более лояльный до к некоторым вещам вещам но есть такие вещи как например таро где я достаточно категорично либо понятия как например самопознание и то что сейчас за этим скрывается в таких моментах я категорично да и мне если честно когда я бываю категорично я бываю настойчивая я бываю жесткая вот и без компромиссно то есть вот меня прошибить как говорится невозможно то есть вот я так считаю и так она будет по крайней мере для меня для кого-то может быть и не так почему я об этом говорю потому что весь ближайший месяц так как я вижу у себя по плану до темы как раз таки будут вот именно такого порядка где нужно подумать где нужно о чем-то поразмыслить и вот и как правило такие расклады они не привлекательны на них очень мало просмотров то есть если мы посмотрим например тема которая набрала там 20 с лишним тысяч просмотров чем моя уникальность да это было очень интересно всем посмотреть у какая красивая прекрасная все такое конечно это приятная информация а вот посмотреть в чем мои претензии к миру да кто то скажет а у меня нет претензий а потом когда я читаю знаете иногда вот в комментариях причем я когда читаю я читаю очень внимательно потому что я читаю между строк у меня формируется характеристика данного человека я могу предположить что это человек прошел да какая ситуация была в его жизни то есть создать его психологический портрет и как правило этот портрет всегда показывает что у человека есть внутри претензии второй вопрос что либо мы это не видим либо мы закрываем на это глаза но претензии у нас у всех как ну в моем понимании есть абсолютно у всех в чем-то пускай не будет маленькие большие это претензии могут быть к миру это претензии могут быть к родителям где этим вот и особенно к детям да когда нас что-то раздражает в детях это естественный процесс все кто воспитывал детей рано или поздно сталкивался с тем что кто-то действует на нервы да потому что ну человек может быть устал то есть претензии они есть всегда второй вопрос если они просто постоянные с этим надо что-то делать потому что они портят нам жизнь либо они просто временные ну вот так вот просто случилось окей тогда идем дальше но они есть внутри нас так или иначе какой-то момент появляются какой-то уходят где-то они на постоянной основе но это есть но это те темы которые не интересны но не не суть главное что это интересно мне вот и я в принципе в тематике ориентируюсь на себя смотрим смотрим и претензии к миру позиции надеюсь вы выбрали определились и мы с вами приступаем это позиция номер один голубенький камешек смотрим единички ваши претензии к миру какие они пятерка кубков здесь у нас идет разочарование да в чем-то в чем-то мы здесь разочарованы в чем разочарованы выборе до выборе здесь в принципе претензии не к миру здесь претензии к себе но опять же таки да с чисто психологической точки зрения если у нас есть претензии к себе мы эти претензии косвенно будем видеть в проявлении до этих претензий вовне здесь наши претензии непосредственно к выбору выбору который мы либо когда-либо сделали либо сейчас нам нужно сделать то есть здесь человек разочарован что в какой-то период своей жизни пошел не туда не то выбрал не получил тот результат который хотел и человек здесь разочарован в себе давайте будем смотреть да что это за разочарование что это за разочарование аркан силы свои собственные силы до своей какой-то несостоятельности возможно здесь где-то в чем-то испугался и не совершил тех действий которых когда-то надо было совершить возможно наоборот совершил какие-то действия и они не то чтобы они не дали тот результат на который вы надеялись а скорее всего здесь человек получил опыт вот так скажу до опыт полезен но это не из тех опытов которыми можно как-то знаете гордиться и говорить вот я молодец здесь ощущается некая такая опустошенность с другой стороны здесь аркан силы у нас затрагивает и сексуальный аспект нашей жизни до можно сказать что есть какие-то разочарования и вот в этой области может где-то по молодости что-то было сделано не так давайте уточним о чем здесь вопрос семей неудовлетворенности скорее всего в семье либо с финансовой стороны да но вот у меня такое ощущение что вообще здесь человека в одну кучу складывает неудовлетворенность своей жизни возможно если это претензии есть то сейчас вы в какой-то степени находитесь так скажем не на совсем высоких вибраций когда человек был бы удовлетворен то есть здесь отсутствие удовлетворения возможно вас не устраивает ваше семейное положение да может быть кто-то хотел создать семью и не получилось так как он предполагал это не обязательно что у вас нет семья нам может быть она может быть не целая она может быть не целая имею ввиду то есть есть дети да и нету второй половины условно говоря может быть был развод то есть либо здесь что-то связано с родительской семьей но вот здесь есть как какое-то неудовлетворение человек не чувствует себя полноценным то есть здесь нету вот этого полноценности здесь есть разочарованность почему он так себя ощущает двойка кубки потому что вот как раз таки нету наполненности нету любви нету здесь смотрите как интересно получается это внутреннее ощущение того что от мне чего-то не хватает что я не ощущаю себя полноценным и во внешнем мире это краски выражается в том что либо нету семьи либо нету ресурсов либо нету финансов но по сути внутри себя человек вот по аркану влюбленных да не может себя принять полноценно поэтому у него есть вот это вот ощущение что мне кто-то не то чтобы мешает что нет удовлетворения от самого себя то есть вот претензия то что я сказал самом начале не к миру а к себе что я что-то сделано не так что где-то я поступил как-то неправильно и поэтому я не ощущаю себя реализованным вот вот в этом претензия и и почему-то область реализованности да она как раз таки имеет отношение вот к личной жизни то есть это может быть любовная либо все что касается нас нас самих это не профессиональная сфера это я даже не уверена что касается лета финансовой стороны вопроса да нет это скорее всего верховная жрица как раз вот какой-то внутренняя наша неудовлетворенность внутренний он давлен собой почему вы не ощущаете себя единым целостно потому что есть борьба потому что есть какие-то противоречия внутри вас потому что не можете себя реализовать вот в полный в полной мере здесь как будто бы есть сомнения вот связанные с тем что вот то что я даю этому миру это что я получаю это вот как будто бы нету баланса в этом вот нету удовлетворения понимаете здесь даже человек если он кому-то помогает либо как-то себя проявляет отдает все равно от этого от от этой отдачи либо от получения нету удовлетворения здесь опять же таки причина она вот связана с двойкой кубка нету любви к себе да нет вот это вот наполненности вот и исходя из этого состояния неважно получаете ли вы какую-то обратную связь до от мира там вас благодарят например хвалят и либо получать какое-то одобрение либо осуждение здесь это вторично потому что чтобы не происходило от мира либо наоборот как бы вы не отдавали этому миру чтобы вы не делали вы не чувствуете удовлетворение потому что вот внутри нету этого баланса вы вы не чувствуете целостность вот так скажем что поможет давайте так посмотрим что поможет вам ощутить целостность ну здесь во первых нужно прожить вот этот вот урок по тройке мечей до урок разбитого сердца здесь есть какие-то ваши мысли до которые запускает вот этот процесс разочарование более страдания вот какие мысли да да включают вас какие мысли все же знаете как то здесь мысли не о любви и здесь мысли не не о наполненности а такое знаете вот чувство неудовлетворение как тут я не могу раскрыть себя я не могу почувствовать себя в полной мере то есть здесь вопросы касательно как раз таки своей глубины возможно здесь какой-то такой знаете кризисный этап у единичек именно духовного взросления такое всегда бывает когда есть неудовлетворение и это являет это неудовлетворение она является импульсом для поиска для действий благодаря которому до человек развивается вот сейчас появляется вот этот импульс он неприятный и ну вот знаете я не хочу сказать здесь что человек говорит себе о том что как будто бы я зря до прожил свою жизнь здесь нет такого но вот какое-то такое аналогичное после вкусе она все равно присутствует здесь как будто вы знаете человеку материальном мире не может себя реализовать не может проявить это не про умение зарабатывать а это про умение знаете как-то проявлять заботу к себе с одной стороны а с другой стороны вот как-то показать свою ценность опять же таки не для того чтобы кто-то оценил либо одобрил а здесь вот как будто бы намного больше да то есть человек ощущает какой-то свой потенциал глубокий вот этот вот источник неистощимый внутри вас и он нет не может найти вот свой путь какой-то что у нас сейчас происходит я не мог понять ну да вот я говорила про пути аркан звезды есть вот этот зов внутренний когда вы уже понимаете что есть какие-то более глубокие масштабные задачи по жизни в душе каждого каждого человека нежели покрытие каких-то базовых потребностей да то есть здесь не то чтобы они покрыты а здесь как будто бы человек уже больше задумывается о более высоких таких уровней до самой идентичности самореализации миссии вот так и так такого порядка да то есть есть человек понимает что большую часть времени до своей жизни потому что здесь достаточно взрослые люди я могу сказать я уже прожила либо прожил то есть вопросы продолжение рода и вот таких моментов да они уже и там не знаю обучение поиска работы они как будто бы уже закончили здесь встают более такие глубокие вопросы как бы оставить след после себя до либо какое-то наследие то есть либо вообще вопросы в контексте того а что я вообще делал на земле да чем чем я была полезна либо что я могу сделать как я могу себя еще реализовать то есть вот здесь такие действительно философские вопросы встают есть вот этот вот зов внутренний по аркану звезды который говорит о том что нужно нужно двигаться как будто надо встать на другой путь вот то что так как я живу так как я иду меня это не удовлетворяет то есть меня не удовлетворяет какой-то вот эгоистичное развитие хочется что-то такого более чистого более возвышенного более духовного здесь какие-то такие моменты что еще вас беспокоит ака умеленности но здесь вы проходите какой-то путь исцеления исцеление чего до исцеления вашей души здесь вот такой да действительно период когда возможно вы задумываетесь а вот вопросов того что именно меня в моей жизни не удовлетворяло что я еще как говорится пока жива либо жив могу исправить то есть вот здесь вот такие моменты да то есть я готов готова начать с чистого листа дальше двигаться дальше что-то делать но хочется уже делать это со смыслом не так как это было по юности да вот что в голову вбредет то и делаю а хочется как-то более осознанно здесь вот вот эти моменты и в понимании того что я хочу уже более осознанно что-то делать оглядываясь назад вы видите свои ошибки вот эти вот ошибки как будто бы хотелось исправить хотелось изменить очиститься здесь не то что как-то отмыться от своих грехов да но здесь есть такие вещи которые но уже исправить невозможно не потому что это там поздно или еще что-то а потому что это какие-то моменты которые ну уже не исправить уже не исправишь вот они есть и есть и с этим надо жить и вот вам сложно с этим жить вам сложно принять себя что вот где-то я оступился не потому что вы перфекционисты а потому что вот там где вы оступились это это вот как будто бы должно было так быть да это было предначертано но вам от этого не легче становится понимаете вам от этого еще больнее и вот этот момент сложно принять что он поможет его принять либо проработать новый какой-то импульс новый какой-то импульс здесь возможно знаете когда человек переключается на что-то новое он не думает о том что у него было то есть либо какой-то новый шанс пройти тот же самый урок но уже более достойно хочется сказать исходя из прошлого опыта и возможно он как-то компенсирует вот ту в кавычках ошибку которая у вас есть что еще поможет принять аркан мага понимание того что вы можете изменить как вы можете изменить вот это вот прошлый опыт ну для начала вам нужно двигаться дальше да то есть выйти выйти из этого состояния немножко депрессивно апатического да почему потому что вот эти вот мысли которые претензии неудовлетворенность самим собой они вам причиняют боль здесь скорее всего что если вы переключитесь на что-то созидательное вы не будете сами себя травмировать и как будто бы эти раны они затянутся почему потому что вы на них не будете обращать внимание они скорее всего болезненны для вас только тогда когда вы эту рану берегите а когда вы ее не трогаете и она по сути не должна причинять вам некую такую боль с другой стороны вы должны понимать что вот благодаря этому опыту вы и стали как раз таки магом человеком более уверенным то есть это знаете здесь такое ощущение что это какой-то опыт очень болезненный но в нем есть конечно же позитивный момент того кем вы стали сейчас то есть если бы не было этого опыта вы бы не не были тем человеком кем вы есть сейчас но вам от этого не легче понимаете здесь вот как будто бы какие-то угрызения совести есть да почему почему я так поступила но с другой стороны если бы так не поступили вы бы сейчас не думали об этом так потому что вы изменились и вот ваши перемены и то кем вы стали сейчас они как раз и позволяют вам оглядываясь назад увидеть что это был ошибочный путь это был опыт хорошо а как во внешнем мире вот эти вот ваши претензии к себе неудовлетворенность собой как выражается внутри мы посмотрели а во внешнем мире как это выражается возможно это выражается в коммуникации либо в коммуникации с другими людьми либо в то как вы выстраиваете взаимоотношения с людьми с новыми людьми каким образом у аркан смерти здесь говорит о том что возможно краски вот этот вот опыт который у вас был до вам и претензии вот эти вот к себе они порождают новое видение и новое понимание того как надо действовать то есть вы уже сейчас не действуете так как вы действовали тогда когда была совершена был совершен этот опыт вашей прошлой жизни на то есть достаточно позитивно да вы уже по-другому действуете то есть в лучшем ключе не в хуже не в худшем лучшем поэтому в этом и есть позитивный момент того что вы прожили но вам вам больно когда вы вспоминаете об этом вам становится больно но зато вот во внешнем мире позитивное выражение в коммуникации еще как это выражается в коммуникации ну вот императрица понимаете вы как будто бы научились благодаря тому опыту да и разочарованию самой себе вы возможно провели анализ на что-то поняли о себе и как минимум начали ценить себя уважать себя проявлять себя как императрица независимо того мужчина вы или женщина да то есть проявлять себя как человека уверенного человека статного хочется сказать знаете человек с большой истории вот и это как раз те моменты когда мы смотрим на людей успешных и мы говорим о какой хороший пример да я хочу быть вот похожим на этого человека у него есть очень много качеств которые мне нравятся но когда-то смотришь на то через что это человек прошел прежде чем он стал таким каким он есть ты говоришь не я такой опыт не хочу мне сразу дайте пожалуйста конечную точку конечный результат но здесь вот и конечный результат здесь понимаете фишка в чем вы делаете акцент на вот на эти реперные точки вы не смотрите на позитивный момент здесь возможно потому что вы сейчас находите четверки кубков в упачеком таком состоянии конечно же смотрите все через призму неудовлетворения вот и не видите то кто вы есть сейчас и больше акцент делаете на на прошлый на прошлый опыт вот на какую-то тень а вам нужно посмотреть на солнышко и на императрицу то кем вы стали конечно же да здесь кто-то можно сказать да ну каким путем стоила ли игра свеч но в данном случае для вас стоило но вы этого не видите вам кажется что ну слишком большую цену вы заплатили за то чтобы стать вот таким человеком и поэтому вы не получаете удовлетворение от конечного результата от того кем вы стали либо опять же таки я читаю поле то есть энергетические до тонкий план а если кто-то еще это не до проживает он тонком плане это уже вероятность она существует и она самая такая яркая из всех возможных то есть это рано или поздно это случится если это еще не случилось и вы не стали императрицы это для тех чтобы понимали как поле работы потому что иногда не бурта у меня это уже было в прошлом то что вы читаете и говорите да либо у меня это еще не случилось на тонком плане все времена то есть там времени линейная да но все существует одновременно поэтому читая информацию мы можем перескакивать с прошлого будущее настоящее да то есть все сплетено потому что там существует все в одном времени это у нас линейная до разворачивается время поэтому я не могу сказать в линейности как это происходит может быть все что я здесь сказал это происходит сейчас в параллели одно с другим а у кого-то может быть это было в прошлом а кот это возможно будет в будущем на то есть карта не в принципе так показ вот такая вот у меня была первая позиция здесь люди имеет претензии самим себе они столько претензии к миру да так это был голубой камешек и мы с вами переходим к позиции номер два красненькому камешку двоечки смотрим ваши претензии к миру какие они ваши претензии к миру король мечей претензии к миру ваши претензии они связаны с тем что вы как будто бы не можете определиться с чем-то и не видите подсказки то есть претензия может заключаться в том что почему вселенная ты мне не подсказываешь либо почему ты даешь подсказки такие которые я не могу понять здесь сложность определения с выбором до либо наоборот человек то что ему предлагается ему это не нравится то есть он не 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 чувствует не ощущает что это его здесь претензии могут быть в плане мыслительного процесса до когда человек как-то не может определиться и нету помощи и подсказки извне да и это вводит его в тупиковый знаете может быть такая в некоторой степени раздражительность данный мир в том что когда ты мне нужен да ты мне не подсказываешь а когда в принципе я и сама могу разобраться тогда я очень четко ярко вижу подсказки но тогда они мне не нужны то здесь есть какая-то тупиковость либо вы периодически приходите какому-то такому тупику либо они не удовлетворенность то есть как-то не можете не можете определиться король мечей говорит о том что знаете в голове вот все все скачет до от одного к другому и нет какой-то такой последовательности а если есть последовательность мысли то вы не видите логическую цубочку как она выстраивается потому что ощущение того что есть какая-то разрозненность в мыслях так же как и здесь до в семерке кубков и она она только приводит к тому что вы входите в состояние восьмерки мечей да вот ощущаете себя связанными по рукам по ногам потому что как будто вы знаете у человека есть он видит разные возможности и он понимает что он во всем может быть хорош вот из тех возможностей которые он видит и ему сложно определиться вообще как правило люди которые выбирают вторую позицию до двойки двойственность им сложно сделать выбор здесь претензии может быть и об этом а почему 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 ну потому что здесь человек проходит какой-то урок урок дефицита урок недостатка некой такой непонимание до непонимание материального мира то есть человек не может прояснить для себя что не так я делаю как изменить ту ситуацию в которой я нахожу почему я все время куда-то хочется сказать вляпываюсь да по пятерке пендакли почему я как-то то ли нарушаю какие-то законы мироздания то ли нет как будто бы какого-то просвета до в туннелях и возможно это касается профессиональной сферы может быть человек не чувствует того что я как-то могу нащупать эту сферу в которой могу развиваться либо как-то монетизировать свои таланты способности как сделать так чтобы зарабатывать больше здесь вопрос духовности и вопрос материи для вас очень прям актуален обычно у нас такая позиция у тех кто выбирает третий вариант здесь стало это актуально для двоек почему потому что я вроде бы и хочу материю да то есть а деньги здесь как будто бы нету коннекта между духовностью и материальным миром они в вашем понимании они как будто бы разрозненные здесь человек встал на новый этап познания как раз к материального мира то есть для него все что связано с деньгами все что связано с зарабатыванием до приобретением получением вот принятия вот этот вопрос стал очень очень актуальный для вас ранее у вас были вопросы на отдачу сейчас больше и на пассивно сейчас больше вы стали проявлять активности вам стало интересно как я могу зарабатывать как я могу себя проявить в этом мире таким образом чтобы вот есть нам монетизировать свои какие-то услуги на эти десятка пендаклей я хочу получить опыт я хочу выстроить знаете вот фундамент на постоянной основе в материальном плане который бы меня удовлетворял и вот сейчас весь этот путь начинается то есть конечная . это десятка пендакли да то есть я хочу иметь некий такой капитал на постоянной основе стабильность зарабатывать получать деньги которые бы меня удовлетворяли радовали и я могла бы наслаждаться либо мог бы наслаждаться жизнью но сейчас вы пока находитесь вот в этом этапе выбора и определения до куда я могу пойти для того чтобы развиваться до пройти вот этот вот урок от пятерки педакли когда я все теряю у меня ничего нету я не понимаю с чего начать прийти к восьмерки пендакли человек который уже зарабатывает и получает удовольствие и дайте до десятки пендакли то есть сейчас где-то пока вот вы находитесь вот в этих четырех картах и у вас есть претензии это как миру какая претензия почему я не действую не двигаюсь дальше почему вы не двигаетесь дальше почему в чем остановка вот она и связана эти выбор я не могу определиться что поможет вам определиться в каком пути по какому пути в каком направлении вам двигаться что поможет да по аркану повешенному но здесь нужно пересмотреть я говорю здесь должны вы должны посмотреть либо получить какую-то информацию касательно того как работает материальный мир что такое вообще материя до более практично это вот финансовая грамотность то есть понять как как устроены деньги что это такое как они работают выстроить для себя какую-то схему на основе каких-то убеждений достаточно позитивных либо комфортный для себя чтобы они еще и не шли противорез вашим ценностям здесь парк она повешена вам нужно пересмотреть весь этот вопрос потому что возможно вы сможете сформулировать сформулировать либо создать для себя позитивные убеждения но очень важно чтобы вот то что вы создаете это не шло в противорез вашим противовес вашим ценностям да потому что здесь все таки духовность так скажем до человечность щедрость она как ценность они стоят на первом плане если они идут в разрез понятием что там я не знаю большие деньги не могут зарабатываться честным трудом а для вас честности вот добродетели они важны да то здесь будет очень сложно заработать поэтому здесь в первую очередь вам нужно понять ваши ценности и как на основе этих ценностей вы сможете монетизировать свои таланты свои какие-то навыки не на основе того что я хочу получать много денег а как раз таки на основе вам нужно глубже копать потому что артан повешенного да он нам все время указывает на то что должно произойти одухотворением материи да то есть не материя должна быть первичный а первичным должен быть все время дух вот вам нужно понять как вы это дух можете впустить материю дух у вас есть а как его реализовать как его проявить в материи вот на чем вам нужно подумать не отдельно о материи и отдельно о духовной стороне вопроса а именно соединение как это соединить вот это то на чем вы сейчас работаете кто-то осознанно кто-то неосознанно вот и хорошо что вам поможет разобраться в этом что поможет вам помогут в этом ваши страхи и ваши негативные убеждения то есть мысли которые вы прокручиваете в своей голове каким образом вам нужно будет наблюдать за ними да то есть что это за мысли откуда они появились до какой какому результату они меня ведут чтобы я хотела получить вместо этого и затем делать акцент на то что вы хотите получить они на то что вы получаете на данный момент исходя из своих мыслительных каких-то сценариев а то здесь нужно просто посмотреть понаблюдать за своими привычками как вы привыкли мыслить что еще вам поможет аркан справедливости ну вот понимание причина следственных связей понимание как раз таки законов как можно одухотворять материю работа опять же таки по аркану силы работа над своими страхами над своими с теневыми аспектами и здесь как будто бы нужно что-то что-то преодолеть в себе либо это идти туда что куда вы боитесь да то есть кто во что вы боитесь через преодоление своих страхов то есть такой вариант тоже может быть если еще что то что может помочь внутри здесь очень много мечей да поэтому нас и выпадал изначально король мечей который говорил о том что очень человек очень много думает и но очень мало действует здесь вот эти вот мысли они не всегда приводят к чему-то позитивному и хорошему здесь нужно поставить окончательную точку на своих каких-то переживаниях волнениях эмоциях орган шута до обнулиться и начать новый этап своей жизни исходя из того что я уже сказала то что вам нужно что поможет здесь определиться сделайте выбор да кроме аркана повешенного ну вот смотрите знаете с одной стороны нужно пересмотреть свое отношение к жизни вот в контексте материи да в контексте денег что для вас деньги как вы их видите да посмотреть может быть какие убеждения были у ваших родителей что они к вам привели да возможно обратите внимание то как зарабатывает ваше окружение то есть там 5-10 человек вашем окружении обратите внимание на их деньги работают ли они на себя либо там я не знаю на наемной работе какая у них зарплата что эти люди думают о финансах да то есть это в принципе является психологический портрет вас самих то есть ваши родители ваше окружение это и есть вы сами на что вы обращаете до финансовом вопросе там есть на может быть для вас важна атрибутика да не знаю что что для вас является ценным вот в этом вопросе вот это все нужно пересмотреть намете для себя какой-то путь определенный вам сложно здесь определиться почему потому что вы в большинстве своем да все держите в голове и это ошибочно потому что вы полностью мысль не улавливаете когда вы ее держите в голове она у вас отрывочно она может выражаться словесно вашей голове до виде какого-то диалога но вы ее целиком не видите поэтому для вас очень важно это все рассматривать не в голове не на эмоциях а на бумаге прям вот либо вы выписывать либо рисовать я не знаю ментальные карты посмотрите что такое ментальный кто карта кто не знает например там у курпатова есть факт карта посмотреть как это тоже работает то есть по сути это выгрузка того что есть у вас в голове на лист бумаги это может быть там я не знаю творчески художественно виде облачков нарисована там все вписано и красиво оформлено либо это может быть элементарный а4 лист и вы тупо пишите все свои убеждения мыслей потом наглядно наглядно именно наглядно вы должны увидеть то что есть вашей голове и это будет для вас вот наверное наилучшим вариантом того чтобы определиться сделать выбор потому что вы выбор делаете в своей голове еще что мне подходит начинаете прокручивать разные сценарии а вам это надо увидеть наглядно потому что еще раз скажу здесь есть такой момент что когда вы прокручиваете в голове вы не целиком у меня такое ощущение что вы знаете ваши мысли они как будто бы ну допустим в предложении есть семь слов вы своей голове прокручиваете как будто бы три слова дальше остальные четыре мозг как-то воспроизводит дорисовывает но по сути вы этих слов не говорите то есть здесь как будто бы нету целостной картинки и поэтому очень важно чтобы это все было на бумаге ну вот так я это увидела здесь как увидела так и сказала двоечки так секунду соберем карты и пойдем дальше на позиция позиция номер 3 зеленый где он вот тогда видно зеленый камешек троечки смотрим ваши претензии к миру так в первой позиции у нас была претензия к себе во второй позиции претензия к миру посмотрим что у нас будет в третьей позиции вот этой колоде да у меня оригинал я приняла для себя решение что я не буду покупать реплики буду покупать оригиналы даже если они дорогие хотя в принципе реплик у меня не так много 1 я наверно колон все остальное оригинал но здесь вот они вот склеиваются и очень неудобно мешать колоду хотя это оригинал так тройки ваша претензия к миру ваша претензия к миру четверка мечей ну-ка шут у вас нету претензий к миру почему потому что здесь не показано тот момент что вы напрямую как будто бы здесь выстроим какой-то канал да с высшим я вашим велика вероятность и вы здесь коммуницируете с высшим я поэтому я не чувствую здесь чтобы были какие-то претензии 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 к миру нет здесь скорее всего вы знаете вы достаточно практичный человек и почему у вас не может быть претензии ни к себе не к миру ну к себе скорее всего да к миру нет потому что вы такой человек что если есть какая-то задача они проблемы да то есть проблему переводим раздел задачи и и надо решить для нее для того чтобы решить надо обмозговать как говорится да и найти наилучшие варианты и и разрешения и вот четверка мечей нам здесь краски говорит о том что когда нужно решить какую-то задачу человек уединяется сама изолируется для того чтобы в купе шутом наладить вот этот вот контакт с высшим я до понять что мне нужно как мне решить эту задачу и двигаться дальше причем здесь такой момент что вы когда определяетесь что вы хотите вы не обращаете внимание на какие-то подсказки на какую-то помощь на то есть вы как-то знаете как это сказать правильно человек который получил какой-то ответ там я не знаю в медитации либо вот в каких-то таких практиках либо просто погрузился внутрь себя и он понял что он хочет он начинает просто двигаться до такое вот туннельное направление к своей цели и здесь получается так что если даже будут на этом пути подсказки а у вас есть подсказки вы на них не обращается внимание не потому что вы их обесцениваете либо вы их не замечаете вы как будто бы сами себе говорите о том что я знаю как надо да я знаю как надо и не нуждаюсь в помощи является ли это претензии претензии да нет я бы не сказала есть у вас хорошо развита интуиция да человек понимает себя однозначно вы понимаете себя вы себя слушать и слышите как минимум и поэтому я не чувствую что здесь претензии есть к миру а претензии к себе есть какие претензии к себе вот в том что вы может быть слишком много думаете разбирая вот эти вот наилучшие варианты и мало действуете да то есть иногда возможно претензии заключается в том что да я знаю куда мне идти да я знаю как мне действовать но мне как будто бы нужен какой-то пендаль да мне нужен вот как какая-то искра чтобы меня зажгла какая-то вот мотивация то есть такое ощущение что вам все время нужна какая-то зажигалка которая бы вас включала в этот процесс и дальше вы все сами а почему вы сами себя не можете включать девятка пендаклей здесь может быть знаете часто у вас бывают такие этапы вот я ощущаю здесь человека иногда уставшего уставшего от опыта от всего то есть здесь человек знаете который я не знаю прошел очень много курсов да у вас однозначно не знаю дома где-нибудь на стеночке может быть в шкафу очень много дипломов очень много разных каких-то регалий вот все вот это вот всего очень много и ощущение того что узнаете человек вот как будто бы самодостаточный и опять куда-то дальше двигаться вот не очень-то и хочется и но это знаете так бывает иногда когда когда я не знаю друг либо подруга приятель слушай давай мы пойдем с тобой в кино да либо куда-то вас приглашает его ой ты знаешь мне лень я не хочу там не этот фильм не интересен либо еще что-то а потом когда вас вытаскиваю да все равно находит какие-то ваши рычаги давления на вас да вы все-таки идете в это кино либо там кости куда и потом проводите хорошо время и говорите блин вот если бы я не пошел да я бы так не получил удовольствие то есть вы вот такого формата человек если вы можете допустим отказываться долгое время а потом когда долгое время запрягать а потом когда вы включаетесь в процесс вам настолько хорошо что вы думаете блин а вот если бы я не пошел да я бы это все потерял вот здесь об этом это не про лень это про действительно самодостаточность когда человек думает ну блин я и так всего много знания и так всего много прошел но на хрена мне еще что-то там изучать куда-то двигаться какие-то желания получать ну то есть я не хочу вот у вас есть такая черта но потом когда вы зажигаетесь вы вас сложно остановить еще какая претензия к себе к себе ну кто что знаете вот вы иногда бываете опять же таки этому всему есть объяснение вы может быть предъявляете себе претензию в том что я мало помогаю людей людям либо я не хочу помогать людям то есть с одной стороны здесь идет какая-то жадность на на то чтобы отдавать но опять же таки объяснение здесь чем заключается не потому что вы по своей натуре жадный человек либо не хотите помогать а потому что у вас есть прошлый опыт разочарования знаете когда помогли человеку человек вас не отблагодарил либо еще хуже да вы отгребли там кучу дерьма в этой ситуации вы сказали себе ну нафиг не буду никому помогать да но если попросит ладно я еще подумаю а так вот зачем мне это надо то здесь человек который исходя из своего прошлого опыта уже не хочет ничего отдавать этому миру и поэтому претензия может быть внутри вас к самому себе заключается в том что вы понимаете как работает вот этот вот процесс отдачи и принятия и вы понимаете что вам нужно отдавать потому что у вас огромный богатый опыт но вы не хотите потому что здесь как будто бы здесь не то что страх а здесь идет какая-то усталость это опять же таки или а усталость то есть я устала давать и я устала как будто сливать эту энергию и вы ее в себе держите ну потому что если вы не отдаете вы ее держите в себе и как следствие получается что вот это вот энергия она не движется она начинает вас разрушать и поэтому у вас появляется вот это вот ощущение что блин а надо бы что-то сделай да надо бы как-то вот я не знаю помочь там если это не людям там не знаю животным может быть волонтерство ну что-то нужно сделать для этого мира вы это очень хорошо понимаете и знаете вы в курсе этого дела но здесь ощущение того что я не хочу не хочу либо если бывают такие даже моменты когда вы становитесь избирательным в контексте того кого кому вы помогаете и что вы делаете и потом может быть есть вот этого чувства вины что блин ну вроде бы все люди равны и все люди хороши никто не должен быть выше и ниже но ну не хочу я всем помогать да вот но не хочу я этому человеку вроде бы он мне ничего такого плохого не сделал я ему не хочу помогать но вот не лежит душа к нему и все да не могу я быть одинаково ровный со всеми людьми да все равно кого-то выделяю а кто-то вызывает у меня некое такое отторжение даже если он не ничего не сделала просто по факту своего существования но не нравится мне его энергия здесь вы можете предъявлять себе вот такие претензии в контексте того что она у вас есть знание того как работает мироздание до законов духовность то есть у вас все эти понятия они не существуют но жить вот по таким понятиям вам бывает достаточно сложно иногда вы себя корите и вот в этом если еще какие-то претензии к миру либо к себе но вот только исключительно но помимо того что я говорила да исключительно все что связано с движением не хотите иногда бывает так что ну не хочу я никуда двигаться до оставьте меня вы со своим развитием со своими людьми здесь это такой знаете интересный не знаю может быть этап у вас такой что вы могли бы запросто сказать что я не люблю людей опять же ты насколько бы это была правда я не думаю что это была правда но здесь вот просто усталость на кто-то может сказать да блин я устала тупости людей от того как они себя ведут бездумно но вот где-то не совсем актуально и и поэтому может быть здесь этап сейчас такой когда вы ну не очень любите людей да опять же таки сказать что вы их ненавидите я не могу но в принципе вам и так хорошо да то есть если можно работать вообще как-то не взаимодействия не взаимодействие с людьми было бы идеально но это вот как будто бы такой знаете небольшой перекурчик вам нужно да для того чтобы вот вы отдохнули восстановились и потом рано или поздно вы все равно вы и человек такой достаточно социальный вам жить без людей тоже сложно но вот наступает такие периоды когда люди вас достают скорее всего даже не люди а поступки до поведения поведение отдельных персонажей но почему-то перекрывает поведение вот общего фона людей и вы говорите не не хочу не хочу я двигаться ничего не хочу оставьте меня в покое а к себе есть какие-то претензии себе претензии может быть только одна связанная со знанием да то есть я хочу больше знаний я мало знаю вот это вот знаете такой голод и жазда за знания опять же таки это не обязательно эзотерические какие-то знания это может быть в контексте вашей профессии даже тут какая-то вот узкая направленность на специализации может быть вот вы говорите я недостаточно знаю как то то что я обычно говорю о себе про таро до что не важно сколько лет бы я не занималась таро какой бы опыт у меня нет не был да я все равно чувствую что я мало знаю мне хочется еще и еще и еще вот узнавать о таро узнавать вот об этой системе вот у вас примерно ту же самую дату вы очень жадные до знания особенно если это что-то скрыт особенно если это не совсем вам понятно не совсем это известно то есть это знаете вот это вот вот здесь вы без какого-либо трамплина и пинка и зажигалок вы любое знание идете с руками и ногами здесь вас не нужно мотивировать вот в движении именно всевозможных тайм ну вот долго вы ожидаете да вот это вот скорее всего единственная такая весомая причина до которого пересекается с вашим бездействием что ну долго ждете долго очень долго за при галите опять же таки знаете когда у человека большой багаж до человек становится объемным в пространстве но представляете одно дело когда такой легкий воздушный шарик да то есть дунул он гоп и полетел по ветру а другое дело когда это воздушный шар да то есть у него есть корзина он там работает уже по другим принципам да то есть у него есть вес он легко не поднимается а если там как это называется больше воздушного шара зонт или как он там правильно называет такой вот огромный длинный дам как воздушный шар тоже переводят перевозят людей до по небу вот это уже другие масштабы да и на это уходит очень много энергии вы вы такой человек чем больше у вас знание тем тяжелее вы не становитесь вам становится тяжелее двигаться вот в чем причина что вы в некоторой такой степени ленитесь поэтому здесь сразу как подсказка говорится о том что то что вы не используете до в своих знаниях это нужно нигилировать это нужно в утилизацию сразу отправлять и это может быть вам периодически надо чистить там компьютеры гаджеты все такое то есть вы то что вы отложили да я почитаю это потом а если не прошло там недели 10 дней вы не почитали все удаляете вот вам бесконечно надо чистить свой ментал чтобы вы ощущали себя легкими потому что очень много у вас вам нравится процесс познания сам по себе процесс то есть вам не не результат да допустим там владение каким-либо языком на что вот вот я могу разговаривать на этом языке я могу как-то общаться что-то новое узнать нет а вам нравится сам процесс на изучение там я не знаю например меня изучаете грамматику и вот вам нравится эти буквы писать да как это вот все выглядит то есть вам процесс нравится поэтому вы ну достаточно много знаете но здесь знаете как такая фишка очень напоминает близнецов по знаку зодиата то есть людей которые много знаю чего да но но в разных сферах вот но они в это не углубляется они по верхам то есть человек вроде бы и кажется с первого взгляда что такое знаете эрудированы начитанные а когда начинаешь копать вглубь то человек многого не знает но создается впечатление того что он у человек действительно много знает узнает в разных сферах и по верхам ну и при этом не углубляется потому что на углубление не хватает терпения вот при всей вашей а вот это вот не длительности да то есть вот зависание нежелание долго запрягайте нежелание как-то двигаться в новое до не расторопности не поворотности внешне очень подвижный человек прям очень подвижно и очень активный человек то есть это вот как будто бы только на начальных этапах пока вы разгонитесь потом вы очень подвижно и очень активны по своей природе так все я замолкну значит поток завершился вот такая у меня была для вас третья позиция прийти вариант пишите свои комментарии знаете в очередной раз убеждаюсь что в том что когда кажется неприглядная тема ну по крайней мере не то чтобы для меня а если вот я оглядываюсь дано на общую тенденцию на ютюбе раскладов вот какие темы до выбираются то в очередной раз убеждаюсь что расклад выходит очень интересным да то есть при всей в кавычках неприглядности название темы и очень интересное содержание да то есть получается такая знаете достаточно примитивная обертка но очень вкусное содержание конфет тех или иных на есть прям наполненность концентрация и прям вкус такой и запах ароматный и вкус манящий вот такой вышел у нас расклад благодарю галину за идею вот приходите на блиц консультации пишите свои заявки сначала заявки потом оплачиваем да то есть не надо мне оплачивать а потом говорить свой линия можно я к вам приду да то есть но это не совсем корректно потому что ну может быть я не смогу вас взять опять же таки да я человек такой который считывает энергетику людей у меня очень-то часто бывает такое что знаете особенно если человек тебе оплатил а потом говорит а можно я тебе приду а ты понимаешь что ты не хочешь с ним работать не потому что человек плохой потому что энергию вот то что он излучает на тонком плане мне это не резонирует вот вообще не к и я вхожу вот такой дискомфорт то есть не знаю что дело да вроде бы человек уже оплатил услуги что делать как быть то то есть писательную человеку нет я тебе вернуть деньги не хотела с тобой работать тоже какие-то мои принципы и правила не позволяет уважение на потому что ну как-то мне дискомфортно отказывать когда человек уже оплатил изначально сама-то спит поэтому изначально хотелось бы чтобы и сначала уточнили в принципе так и правильно да могу я прийти или нет потом уже оплачивать ну то есть давайте правильно будем выстраивать коммуникацию таким образом чтобы мне не было дискомфортно и вам было бы окей вот а я с вами прощаюсь до пони понедельника а фензель у нас будет философские расклады да для тех кто любит сразу подготавливаю как говорится вот кто не значит встретимся в среду прощаюсь с вами всем пока пока